Всем приветики-пистолетики! Всем привет! Что-то не то, спина уже будет. Постояла я час, беля кухни, и всё, спина будет. Всем добрый вечер, ребятушки! Сегодня у нас Могубанг суши! Как обычно, мой любимый влог, это суши, морепродукты. Куда же без них, да-да-да, можете писать, гадость. Я только готова, чтобы писали, а я буду поедать, поедать, поедать суши. Не забудьте в этот раз посчитать, сколько суши я съем. Кстати говоря, потому что в прошлый раз, когда мы были в Харькове, Сане ездили, когда у нас каникулы были, мы смотрели с Аниной мамой на телевизоре, то это видео, как я ела, она так смеялась. Я тоже усмеялась там вообще. Я говорю, ну и хорошо, что они считают. Они считают, а я ем. Всё правильно в этой жизни, правильно они? Поэтому вот, кстати, это мы купили, купили такие палочки. Кстати, я думала, что они будут бесплатно. Они были, по-моему. Были? Ну это что, я думаю. Но мне показалось, что они платные. В Эдеке когда-то покупали. Да они когда-то, мы их не покупали, что ты говоришь вообще? В смысле, а откуда они тогда у нас? Если ты покупаешь что-то из их продукции, можно бесплатно их взять. И как же их открыть, если я сейчас... Вот так, да. Вот так. Я, конечно, кстати говоря, уже забыла. В Украине я могла. Но я знаю, что... Только что посмотрела видео вроде вот так. Вот на этот палец. И вторая палка вот так. Ну не знаю, у меня может даже не получится. У нас можно колы? Одна вверх, другая вниз. То есть, Данечка, пожалуйста, можешь налить нам колы. Сделала шо я. Давайте я сначала вам покажу, что у нас здесь. Ой, у нас такая вот... Лед хочу. Филадельфия. Я думаю, я вам покажу конкретно. Видно там? Да, наверное. Вот, смотрите, какие у меня кусочки. Это обычная с рыбой. Сейчас у тебя футболку в соус макнуло. Нас! Ну макнуло Нас, ну вообще. Тем более ты мне сказала, что эта футболка ужасная. Вот пора её выкидывать. Подай свою чашку. Похоже? Напишите в комментариях. Люба. Не буду говорить фамилию. Я думаю, вы когда-то видели её у нас на канале. О, боже. Что? Что? Чего ты? Не, а что же должна быть хейтером? В реальной жизни. Вкусная, кстати, кола с... Ваниль, кола. Советуем. Так, здесь у нас лосось, крем, сыр, креветка с огурцами. Обычная креветка, запечённая с лососем, Филадельфия, обычная с рыбой. Да, у нас разнообразие после времени нет. Ну, чтоб разнообразие было, извините, надо хорошо скупиться на хорошенькую сумму. Ну, да. Это можно и с курицей делать, и с грибами. Ой, да что только не можно. И рыбу разную. Васаби? Не, пока что я вообще васаби не люблю, но если я захочу, то я возьму. Ань, бери запечённые, пока они тёплые. Да, кстати, советую, если вы кушаете суши, то вообще даже приготовление каких-то блюд. Соевый соус, то как и камбан, мне нравится вот такой именно. Он стоит 3 ойра. 2,8 суши. Ну, до 3, да, 3, я считаю так. Лосаби у нас есть, и имбирь. Имбирь даже есть. Имбирь, да. Обычный белый имбирь. Имбирь едят, кстати, суши, когда вы съели одну сушь. Да, например, я съела Филадельфию. И да, вы берёте вторую, едите и чувствуете, блин, что-то оно как будто всё одинаково. Для этого придумали, чтобы люди съели сначала одну сушу, перебить до вкуса, потом закусить имбирём, чтобы почувствовать другой уже вкус. Что такое? А, ну, конечно, тут маловато. Телефон просто разредился. Да? Да. Говорю, что в этот раз рис у меня плохо получился, хоть я покупала его. Переволю его. Угу. Уже сидела, сидела и забыла. Сначала. Да? Угу. Вкусно. Давайте попробуем запчёные. А вы там считайте, считайте. Аня, какие у тебя планы, я буду, Аня, теперь напоминать за три недели наперёд, у тебя на моё день рождения. Расскажи нам. Да, на твоё день рождения и планы. Ну, скажи, может, ты хочешь подарки подарить, чтобы я тебе говорю? Побарки. Да. Покажи. Хочу я этого или нет? Я ем вилочек. А, ну типа не слышит, Тим? Шо? Ты кушай, кушай. Я жду, жду. С креветкой не забудьте ещё попробовать. Кстати, а шо их так мало? Угу. Так где они? А, вот это? Вот. Нет вкуса. Вот, знаете, что надо сделать? Целый год Ане не крутить суши, когда она скажет, что это очень вкусная суша. А сейчас ей нет вкуса. Я уверена, что нормальные зрители всегда оценят мои суши. Вот, видите, я не привыкла к палочкам. Тем более, у меня рис разварился. Я не могу вообще, капец, что такое. Научите меня. Всё, рис разварённый, поэтому. Разварённый, разварённый. Угу. Смаковато. Так шо, Аня? Я думаю, немножко... Шо, я в кадр не... Куда мне? Туда, сюда? Аня, ладно, сиди. Тарелки подринуть? Нет, сиди вот так, ладно. Шо, ты молчишь? Не даю, Аня, поесть. Шо, у нас? Блин, не могу я палками достать. За день рождения? Я не знаю, что ты бы хотела бы. Что бы я хотела бы? Угу. Например. Ой, это мне надо перечислить это долго. Предела хорошего не было. Можно какую-то хорошую вещь подарить, да? Там какой-то хороший костюм, хорошие кроссовки, или там хорошая косметика, подарочный набор, вот я же говорю. Сдень хороший, да? Да. Сумочку какую-то хорошую, можно такую спортивную, рюкзак какой-то такой классный. Что угодно, что можно, подарок вообще можно, что только они, можно просто, знаете, там, я как будто жду, сейчас мне должны посыпаться в подарки наперёд. Деньги, ну, красиво упаковать в подарочную такую коробочку, там, я не знаю, сладости, носочки какие-то, ну, приколы всякие, что угодно можно придумать. Ты, короче, хочешь в СССР, да? В фотографии можно совместно. Ну, здесь я не знаю, но раньше, типа, в школе, типа, да, у тебя там у меня все делали, друзья, типа, рамочки какие-то, или просто в подарок там вставили, ну, прикольно реально, на память. На лучшем другое. Кстати, Аня, не хочешь поделиться, может, что-то о Татьяне, как она уехала, своей подруге, что-то ещё нет? Ну, что можно было? Не знаю. Да блин. Она хотела у тебя спросить, поменялась с тех времён, ну, когда ты с ней дружила в школе, вообще, дрочила, это сейчас такой же, да? Выйдешь, Хрис, плохой? Не могу. Не могу. Не могу. Ты разбавила свою, или нет? Не думаю, что-то такое. Так что? А вы напишите, как вы думаете, когда у меня день народжения? В каком числа, в каком месяце? Скорпион все и так, наверное. Так что, как-то так. Что вы хотели рассказать? Что у нас новое ещё? На курсах мы сейчас, кстати, у нас та неделя, с конца недели, можно так сказать, щедрога. Там же салфетка. А, сейчас. Я воды хочу вывезти, подожди. Да ладно. Салфетка. Я тут какой-то понял. Козак, мамай, вытягает свои усики. Ой, разрушила. Есть фильм украинский, я не знаю, как он называется. Он есть в пареннике. Видела, у него все усы в сметане. Это я сейчас так. Роу, Филадельфия, студию, пишите в комментарии. Красиво. Нужно ли доставка от нас? Сутка. Ха-ха. А что я хотела рассказать? А, что это та неделя, эта неделя. Вот сегодня понеделек у нас. Проходим мы такой пробный вариант тестов B1. Это, ребята, честно, это просто для меня это провал, честно говоря. Потому что реально очень сложно. Задания такие, знаете, как загадка. Ну, раньше, знаете, там, 5-6 класс, ну, знаете, построена какая-то загадка, ты ее должен раздать. Также любой вопрос в тестах, а что не так? Ты смеешься. Ну, хорошо, а как? Что так просто? Ну, знаете, прочитал? Ага, я нашел отверт, все просто. Нет, ты должен еще придумать, там реально очень трудно. Плюс еще письмо. Письмо я вообще в этот раз не написала. Так что я не знаю. У нас новый человек в группе появился. Откуда он, Аня? В Сирии. Ну, такое. У меня погода была хорошая. Сейчас дождь на вечер пошел. Сейчас смотрю. Целая неделя будет дождь. Я такое не люблю. И, кстати, Татьяна, которая у нас была. Татьяна. Она просто жалуется. Она говорит, я буду искать все возможные варианты. Хочет очень сильно переехать в Гамбург. Там я не знаю, с парнем, не с парнем, сама. Не буду сильно. Арбайтен хочет работать. Либо в дюйдок, либо в Амбург. Дожди, постоянно. Я не знаю, говорит, буду искать какой-то город. Мы показали даже ночной этот Дюссидорф. Но ей вроде нравится. Да, она там много было в Дюссидорфе. Ну, тем более. Я считаю, что Дюссидорф разнообразный город. Каждый город как-то, знаете, есть свое. А в Дюссидорфе он как будто, как это сказать, помешанный. Ну, типа много чего всякого. Ну, такой необычный городок. Но что не так? Мне Дюссидорф, например, со всех городов больше всего нравится Дюссидорф. Баден-Баден, конечно же, чистый город. Тоже ценочку даю. Ну, только центр видели. Восемь-десяти. Не нравится, Аня? Зачем вкуснее. А, сейчас на линию. А, нет, ну, что я как будто вкус не чувствую. Ничего не помню. Не вкусно, но... Не знаю, видно, как оно ощущается. Ммм. Так-так-так. А что могу сказать, кстати говоря, по поводу нас? Я не предвещаю событий, я не верю новостям. Но... Но все возможно в этом мире. Каждый день все меняется. Честно говоря, я скажу свою точку зрения. То, что если власть в Германии принят закон для беженцев, чтобы они пошли работать. Я не знаю, это будет для всех, не для всех. Но, скорее всего, я думаю, это те, которые либо не ходят на курсы, их либо скажут домой, либо идите работать. А те, кто на курсы ходят, продолжают, пускай, ну, учатся. Это, скорее всего, будет так. Первое время. А потом, конечно, я думаю, с временем всех, наверное, направят работать. Поэтому я только с радостью и жду, когда примут там закон. А то там все так переживают за нас в последнее время, что аж не хочется уже комментировать это. Так что, ребятки, мы только с радостью. Вы думаете, если мы сейчас, мы так рады, на социале? Да, конечно. Конечно, нет. Я пошла... Боже, голос. Я пошла уже в центр. Я уже рассказывала. Просила работы. Что мне сказали? Извините. Говорит, да. Мужчин много работ. Разнорабочих полно. Было бы мужчиной, я бы, поверьте, уже бы тут не сидела, бы и что-то делала. Поэтому наступит время, вы не переживайте. Мы себя найдем, в чем надо. А вот вы задумайтесь лучше о своей жизни. Ну, что там по счету, ребята, напишите? Я шучу. А кто-то не шутит, реально же не считает. Да. Выбачь-то, я не могу палочкой досать. Она не смеется с меня. Погода такая осенняя у нас, дождливая. Ну, а сегодня у меня настроение есть, кстати, у меня. Потому что она не понятна, какие-то не смеются. А вот что завтра будет, я не знаю. Я же говорю, сейчас у нас такие две недели подготовительные идут к этому Б1. экзамену. Так он, по-моему, указал в декабре. Он будет потом, но почему-то вот нас сейчас тренируют, тренируют. Ну, такое. Я думаю, даже завтра, что мы будем писать заново эти тесты. А потом еще, кроме этого экзамена, извините, политика. Это я вообще молчу за себя. Мы можем писать Б1, если мы его начали только неделю. Я не знаю. Так, ребята, уже просто реально, поверьте, в классе у нас одногруппница говорит учительница. Она приносит каждый день просто какие-то задания, чтобы мы просто делали тесты. Одногруппница говорит, а когда мы... Зачем мы книгу покупали? Когда мы будем что-то учить... Она говорит, да. Ну, это тетрадь, которая... Домашнее задание писать. А обычная книга, по которой мы должны в классе проходить, типа... Я даже не знаю, что-то там ответила, но сам прикол... Мы вообще ничего не учим по книге, вообще. Нам просто дают в последнее время задание, решайте как угодно, тыкайте, ничего не знаете, но пишите, что угодно. Да ну, а как я должна тогда... Какое у меня может быть настроение, когда такая учёба, а? Не знаю, других, сколько я вот... Сколько мы уже рассказывали, я буду говорить, что реально, ну, всё отличается, везде по-разному. И школы другие отличаются, и преподаватели, а много чего зависит. А что это? Мухбан какой-то? Звучит. А, на камеру. Сейчас давайте Филадельфию пробуем. Видишь, я не могу. Я уже пробовал. Так что как-то так. Поняла. Не могу. Сейчас я поглощу эту Филадельфию. Не могу, прикинь. Я не знаю, как они. Ну вот я ж... А, господи. Не могу. Ну, напишут в комментариях. Рыбы достаточно. Вот как? Только руками бери, и всё. Вот так. Всё ради вас, любимые подписчики. Не ради нас. Шпурт на нас. Знаешь, ты какая-то сегодня странненькая, да? Напиши. Да, погода есть. Но я кофе не пила. Биполярка. Это настроенист. Потому что я не пила, поэтому и так. Может быть, самое важное. Ну, вообще. Ребята. Аня боится меня. Что это может значить? Я пихать вкусненькие витры. Напишите, у меня есть усы или нет? Да. Любители рассмотреть личико, и не только личиков. Есть там некая... Ну, не все же нас. Ну, не все, но я говорю, по ним... Да, нормальные знают, о ком я говорю. О хейтерах. Кстати, это что, предко? Нет. Нижний брайон. Смачно? Скажи честно. Я только не обрала, а ты шо? А, это вкусно? Напишите. Сколько образовывал запеченные? Давай от 1 до 10 запеченные оцени. 7. 7 из 10. Солодельфия. 10. Обычные. Вот эти? 8. 7-8, потому что рис... Да, слава богу, он мягкий. Не дубовый, ничего, но он мягкий. Так, видишь, я не могу научиться, это что ж такое? Когда говорят, вот так, вот так. И шоу она получает. Как будто была, да, и нету ее. Да я смотрю, вообще не пойму, шо я ем. Ммм, очень. Я вижу, да. Вот. Как-то так, ребята, как-то так. Так, шо? Шо, может, нахаврить? 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 Что там рассуждают? Я там что-то знаю. Я такая. Ох, навсекает. Это диванные аналитики, критики. Я никогда никому не знаю. У меня нет головы написать. Больше года живете в Германии. До сих пор не знаете, что во всех магазинах существует правило, по которым запрещено складывать товар свои сумки. У вас чек из другого магазина. Но почему продавец должен тратить время на то, чтобы сортировать ваш товар и сравнивать его с чеком? Тем более, в Эдеке на входе стоят ящики, где люди оставляют сумки. Даже тележку можно туда поставить. Не обязательно, чтобы продавец его поверил. Пусть они тебя заморозят. Короче. Во-первых, все заходят с... Ну как все, большинство. Бывает так случается, что заходят с пакетом, с сумкой, которая уже что-то куплена до... Пусть там, я не знаю, вообще... В магазине. Да. Камер хранения в Эдеке нет. Никаких ящиков там мы не видели. Нет там никаких ящиков. Камеры хранения есть только в Лиду. А это не наша вина, что вот так вот происходит, что надо показывать чек. Потому что, ну, были бы камеры хранения, никаких бы проблем бы не было. И время бы кассир бы свое не тратил, и никаких бы вообще таких моментов не было. Наша проблема, да, мы забыли. Мы забыли выложить, но это не отменяет того, что она бы все равно бы проверила сумку. Да. Потому что это их обязанность. Да. Вот в чем проблема. А проблема в другом. Лучше, чтобы были камеры хранения. Это лично мое мнение. У нас в Украине мы так просто привыкли, что действительно, ну, есть везде камеры хранения в любом магазине. Поэтому вот как-то так вот привыкли мы. Я не знаю. Я же говорю, что мы не одни такие. Так же, как и немцы могут искупиться в одном магазине, сохранить чек, положить его себе там в пакет тот, и зайти в другой магазин. И он точно так же покажет этот пакет, да. А то, что вы там рассуждаете, что она, почему она должна тратить свое время, бла-бла-бла, а у вас нет такой ситуации, что вы идете в один магазин, вы что-то забыли купить, и видите другой магазин, и зайдете в него, а не будете возвращаться, например, в тот, с которым вы пришли. Такую чушь пишете, ну, реально. Какую-то. Как будто мы одни единственные и задержали кассира на всю Германию, мы такие одни. Ну, что это? Во-первых, это было меньше минуты. Так я говорю, Тоша, при чем здесь вообще мы? Конечно. Если так придумано. Нет, это везде, это каждого ассира, везде обязанность такая. Че, это проблема наша? М-м-м. Ну, там провокляешь, написано. Специально вывести. Смешно, когда такую чушь пишут. Я знаю, кто это пишет, поэтому, если они даже специально пытаются, типа, не показать, но это все равно видно. А что это пустое? у нас с самурцом? Ты же говорила, нет тут самурцом. Ну, это попки были. Я самурцом не буду есть. А я вон. Перебойчиво у нас Анна. Она у нас есть. Смотрите, пока я читала, уже, вон, сколько нету половины. Ну, конечно. А что, я должна смотреть на это? Я готовила, я ему. Подвинь себе туда ближе. Как говорится, тот, кто не работает, тот и есть. В данный момент это так звучит. Шутка. Можно запеченных поищем попробовать? Пожалуйста. Уже спиц. У меня не готова меня. Что, они есть с рыбой? Должны быть. Неужели я такой скажу, что я съела все с рыбой? Да. Я ничего не хочу вообще сказать. Я не понимаю, почему ты залежишься на кого. На меня или на хриттеров. В чем же ты? Не знаю. Действительно, все-таки. Ну что, ребята, будем прощаться наружу. Тоже наелась? Да, еще записано на 7, и все. Ну, а съешь еще? Так что, как-то так. Вижу этот раз маленькие. Кто? Кто? Тоже маленькие. Маленькие? Вот эти. Сделал. Ну, раньше они были вообще. Все, ребята, спасибо большое вам за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам мои суши. Как вам наш сегодняшний вечерний такой мукбанг. И вообще, напишите, хотели бы вы видеть, чтобы мы делали какие-то, может, интересные мукбанги. Может, вам это интересно. Не знаю, я вас спрашиваю это иногда. Ты наелась? Да. Ты что, странная, Аня? Конечно, я наелась, пока ты говорила, сколько слопало. Нет, я спрашиваю просто. Все прочитали, сколько я сделала. Ну, я вот и жду в комментариях, да, не забудьте посчитать, сколько я ела суш штук. Может, это не конец для вас или для меня, не знаю. Так что, как-то так. Всем приятного просмотра. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал. Канал, как я уже говорю. И до новых встреч. Всех любим, всех целуем. Чуус.